Здарова народ, с вами Джон, он же Дробовик 312. Сегодня в этом видео мы поговорим о дробовиках. Ну, о дробовиках, о револьверах, обо всем том, что понерфили у нас, собираются понерфить на следующей неделе в связи с выходом патча, о котором Банжи нам рассказали в ТВАБе на этой неделе в Банже, в своем новостном блоге. Но перед этим мне хочется отдать данное уважение одному дробовику, который, я думаю, многие помнят, кто тогда играл, еще год назад. Это замысел покорителя разума. То есть, если патч сработает так, как Банжи говорят, то агрессивные дробовики, они хоть и не уйдут в закат, но нормально так подсдадут и уже не будут таким вот прямо безальтернативным выбором в ПВП. Каким они являются сейчас. Ну, а если такое произойдет, то мне хочется как-то в последний раз с этим дробовиком побегать по ПВП и... Не знаю, попрощаться, что ли. Ну, учитывая то, что, вы знаете, я люблю с плазмными винтовками бегать больше, в частности, там, с Бастионом, или с Телеста, или с главным ингредиентом, но все-таки на замысле у меня почти 1300 килов было набито в свое время. И, ну, мне этот дробовик нравился. Не сказать, чтобы я его долго фармил, мне очень повезло с этим роллом. То есть, он не упал с нарезным стволом, с высокоточками, с стрельбой скольжения, с быстрым извлечением и с абсолютным на ранжу. Ну, то есть, грубо говоря, 5 из 5. Ну, в принципе, тут должен был бы быть чок, чтобы не резать удобство, да, но быстрое извлечение на этом шотике есть, в отличие от того же самого, как его называют, Лжифа Винтера и Астрального Горизонта, этот дробовик нерфу подвергнуть не был. До сих пор у него есть этот перм. И до сих пор он, судя по всему, ролять будет. Так что, пойдем поиграем с ним, потом, я думаю, мы зайдем на Лайджи-Джи и посмотрим, какие же, примерно, дробовики его заменят и все остальные. Так, ну что, где у нас тут стычка? Погнали, поиграем. Сейчас, пожалуй, я момент поиска игроков скипну. А, ну или нет, можем, пока мы находимся в поиске, поговорить о том, что у меня в остальные слоты будет. Ну, то есть, помимо шотика, я еще взять решил истинное предсказание, которое, я думаю, до сих пор будет в мете, по крайней мере, если на ней будет дальномер и задержка взрыва. Ну, шатать прицел противникам очень приятно. Также, обычно я бегаю слегка с плавным магазином, но тут я решил попробовать сброс магазина поставить, чтобы перезарядка была еще быстрее. Но, главное помнить, что перезаряжаться с этим перком много не надо, а то останетесь без патронов. Ну, если вас не особо часто убивают. Вот. И что еще хочется отметить, то, что как раз этот перк сброс магазина, я так понял, банджи собираются убрать его из лутпула. По крайней мере, до переработки этого перка. Посмотрим, что они с ним сделают. Будет любопытно. Также у меня тут стоит вартулистская катушка. Ну, и перки я поставил соответствующие дробовику, то есть сборщик боеприпасов магазина, стойки прицела для дробовиков и легкость дробовиков. Ну, а также прицелы для дробовиков, чтобы быстрее входить в прицел, улучшать захват цели и так далее. Тем временем, стычки у нас всего только два человека в поиске. Нормально. Солидно. Ладно. Думаю, тогда этот момент мы скипнем. Так. Прилетель. Ну, летс кол. Понимаю. Катка из четырех человек. Блин, как этим пользоваться? Главное, не забудь про ранжу. Пять метров. Тьфу. Сука. Воодушевляющее начало. Ой-ой-ой. Нет, туда я не пойду. Нормально, рейнджер. Тут у нас кто-то есть. Ну, пожалуй, вот так вот сделаем. Вы на первой позиции. Блин, главное не перезаряжаться слишком часто. Блин, что так больно-то, брата? Блин, что это всё. Блин. Отлично. Тем временем, рейнджа все еще божит на этой пушке, я смотрю Ой, не-не-не, далеко А, у нас же тут стрельба в скольжении есть, мы можем перезаряжаться Так, нет, эту ошибку я не повторю снова Он меня в тот раз тогда поймал Я рядом с кристаллами был, поэтому у меня было сопротивление к урону Вообще, очень кстати, кстати Черт Меч Нормально Так, разрядим катушку в кого-нибудь В смысле? У нас там ОФК что-то Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот это вовремя была перезарядка Так, пчел Так, слышу уже по звукам противника где-то рядом Я окружен Ай, не хватило РНЖ Хотелось прожаться, но что-то такое решил Оставлю-ка я ульту на контур какой-нибудь другой ульты Видимо, зря Ладно, пофиг О, слушай Как раз Где-то у нас катушечка Вообще, беспроигрышная пушка Чел, ты где? Какой же токсик Блин, ну бодро Хоть я и не особо люблю дробовики сейчас Мне больше плагминки нравятся, но, блин, шотик приятный до сих пор Что-то даже захотелось с ним побольше поиграть Так, ну что ж Поностальгировали, теперь самое время Поговорить о других дробовиках Вообще о дробовиках, в принципе Небольшое напоминание для тех, кто смотрел или не смотрел мое предыдущее видео Или не читал твап Банжо что решили сделать с дробовиками агрессивными? Увеличить у агрессивных дробовиков угол разброса с 4 до 4,25 градусов Ну, то есть, как я понял уже Порыв информацию Посмотрев там, что там ребята говорят Что там другие ютуберы говорят и так далее Ну, которые с дробовиками, я не знаю, родились как будто И которые понимают этот язык То есть, это означает угол разброса дроби Ну, то есть, он увеличится То есть, меньше будет первая вероятность Что на определенной дистанции У вас все эти пульки Ну, все части дробинки, да Попадут в цель И убьют противника Ну, это, короче, как у Бастиона в свое время Они увеличили угол разброса на 13 градусов Но при этом они увеличили Общую эффективную дальность у всех плазмных винтовок Так что Бастион это почти не почувствовал Так что конкретно Исходя из этого Я думаю, надо будет смотреть Насколько сильно это повлияет На то, что этими дробовиками Пользоваться станут меньше Вот дальше Уменьшили Спадение урона Минимальное На дробовиках на 2 метра То есть Здесь, короче, вот два этих Два вот этих вот предложения сразу Я вот их расшифрую, когда ты читаю Увеличиваю Также еще и увеличивают Спадение урона Максимально на 2 метра То есть Как это вообще Называется О чем речь тут Опять же Здесь вот вкратце Как мы можем понять Если максимально эффективная дальность Вот у Того же самого Той же самой Лжифу Винтера Было раньше 8 или 9 метров То теперь будет 6 или 7 Ну или 6,5 Там 7,5 И как-то так То есть это та дистанция На которой вот 100% Этот дробовик убьет кого-нибудь Дальше вот Здесь Немножко хитрая строчка Банжи вот до этого Писали, да То, что хотят Чтобы Дробовики чаще всего Использовались Не как ваншотащее оружие А как пушка Убивающая с двух Выстрелов Ну то есть Если вы из-за угла Выходите Вы там кого-то Как бы сказать Вы кому-то Сносите половину хп На определенной дистанции Потом его добиваете Скажем Из праймари Или ударом рукой Или вторым выстрелом Из дробовика Ну так многие делают Не только на агрессивных Дробовиках Здесь они решили Сделать проще Если Сейчас вот допустим Вы на кого-то выходите С 12 метров По нему стреляете Там или с 15 Я точно не помню С дробовика То возникнет надпись Immune То есть Урона Урона нет Чем ближе вы подходите К цели Тем больше урона Вы ей будете наносить Соответственно То есть Вот это вот расстояние Банджи решила увеличить Чтобы вы С большей дистанции Могли значительный кусок хп У противника откусить А потом его добить Вот как-то так Они решили Дробовиками заняться И Насколько я понял Это касается Не агрессивных шотиков А шотиков В принципе То есть Здесь Могут заиграть Из-за этого Дробовики С точной Рамой С лаговой Дробовики И так далее А Ну с лаговой Дробовики Дробовики затронуты Не будут Они А это написали Ну то есть Дробовики Восьмидесятой Скорострельности Там Шестьдесят пятой Точные дробовики Вот это вот Все Они будут работать Лучше теперь С сороковые тоже Хотя С сороковыми Вряд ли кто-то будет бегать Это не Дестни один Я тогда помню Я бегал С дробовиком Инвективом Был один из моих Любимых дробовиков Позволял там Как раз вот Два выстрела Друг за другом Делать И так вот Противников Забирать Надо кстати Сравнить Я на каком-то этапе Бегал с ним И он мне прям Очень нравился А потом вот Банджи такие решили А давайте-ка мы Сделаем так Что после Смерти У вас будут Забирать патроны И у меня прям Вообще депрессия Началась в том момент Я чуть ли не плакал На стримах Вот И Интересно Какая там была Дистанция У Агрессивных Дробовиков Потому что Я помню Что я бегал С этим Шотиком Ну который был По скорострельности Я уже не помню Каким То ли 140 То ли 90 Но стрелял он Очень быстро Прям друг за другом Летели снаряды Если кто Играл первую часть Кто помнит Отпишите Интересно Сколько таких Еще осталось Вот Так что Да Затронем Сейчас те дробовики Которые Как я думаю Станут Наиболее Эффективными ПВП Ну Можете Конечно Свои Примерные Варианты Написать В комментариях Та же Но я думаю То что Дуальность Прям Заиграет Очень сильно Потому что Ей Резать Ничего Не будут Не будут Когда Вы Стреляете От бедра Она стреляет Дробью Достаточно На неплохой Дистанции Убивает Ну вот Как раз Те же Самые 7 7 С половиной Метров Ну а при прицельной Стрельбе У нее Там Дальность 12 С половиной 13 метров В голову Если попасть Так что Я думаю Самое время На самом деле Если бы я бегал С дробовиками Я бы наверное Бегал с ней Потому что Мне вот нравится Этот дробовик Тем что Когда я его Перезаряжаю Там перезаряжается Полностью Обойма А не по одной Такой Пуле Запихивается Как во всех Остальных Шотиках И в том числе Чапироне Поэтому мне Ну с Компаньоном Не особо Как-то зашло Бегать Но компаньон Тоже я думаю Чаще Станет Использоваться Но вряд ли Он На том же самом ПК К примеру Приживется Потому что С него надо В голову попадать А Чтобы он убивал Прям 100% А люди сейчас Я вот сколько Не смотрю Как ребята С дробовиками играют Они по большей части Стреляют на шару Ну то есть Не то что на шару Да вот Знаете Такие вот флики делают Быстрое доставание Там дробовика Чтобы Главное Первым на кнопку нажать Как только ты видишь Противника Когда он Ну В твоем теоретическом Поле зрения попадается Где Ты можешь ему Нанести значительный урон Ты сразу Выхватываешь дробовик И стреляешь И такой Ну Пофиг Если не сдохнет Я его добью С милички К примеру То есть Главное Тут кто первый Выстрелит А там уже Как поведется То есть Это такое Знаете Оружие Очень сильно Основанное На реакции И в некотором Роде даже На удаче Ну то есть Это не то Как я допустим С бастионом Предзаряд делаю Выхожу из-за угла И я точно должен быть Уверен Что я человека Убью Хоть у меня и бывают Такие случаи Что я иногда Должен прям На шару стрелять Но у дробовиков Такое гораздо чаще Происходит Вот то есть Здесь Да Поэтому Я думаю Дуальность Преживется больше Чапирон В мете С таким вот Размахом Но посмотрим У нас тут есть Еще несколько вариантов Есть повелитель волков У которого тоже Достаточно неплохая ранджа Особенно Когда ты стреляешь От Ну Не в форсирующем режиме Выпускайте волков В обычном Форсирующем режиме Он полная хрень Лучше даже не пытаться Его переводить То есть Там вот Я уже точно не помню Ранджу Но по-моему 10-11 метров Можно убить Одним там Двумя верстами Человека Правда Стреляет он Достаточно Так что Велика вероятность Размена Если вы только Уж совсем На префайре Не выходите Такое Достаточно Интересное Оружие Дальше Я вот думаю Популярным Достаточно Станет 7 серафимов Потому что У него тоже Эффективная дальность 6,5-7 метров Которая примерно Будет Как у Агрессивных Дробовиков После нерфа Ну и опять же Не стоит забывать Про то что Банджо увеличивает Дистанцию Для всех Дробовиков Ну Дистанцию Поражения На 2 метра То есть В некотором Роде 7 серафимов Облеченную Раму И точную Раму Эти дробовики Ну в некотором Роде Даже апнут Ну то есть Поднимут их В эффективности Так что Что нам Что нам На него Нужно Либо Чок Либо Нарезной Ствол Высокоточки Либо Штурмовый Магазин Быстрое Извлечение Банджо А второе Идет со стрельбой В скольжение Но Мне тут Повезло Он мне Выпал Параллельно С быстрым Прицелом И сострежающим Оружием То есть Учитывая то что Эффективную Дальность Этим Дробовикам Поднимут Я вот Когда Допустим Гипотетически Если когда нибудь Буду Василий Сыграть Семью Серафимами Я смогу Ульту Какую нибудь Встретить При помощи Стряжайки Переключив Перк И Таким Вот Образом Сделать Последовательно Два Выстрела И если Даже И успею И милиш Кудать Тогда Вражеская Ульта Отъедет То есть Вот такой Вот вариант И вот Такой Вот вариант Чтобы Передаряжаться При Скольжении Но Все таки Я думаю Лучше будет С быстрым Извлечением Потому что Дробовик Совсем будет Я думаю Топ тиром Но Опять же Это все Вилами по воде Нам надо Получить Наше распоряжение Эти Обновленную мету Сделать парочку Тестов И тогда уже Делать какие-то Выводы Потому что Мы вот тогда При прошлом нерфе Быстрого извлечения Тоже думали Ну все Сейчас агрессивные Дробовики Уйдут в помойку Другие дробовики Не заиграли Так что Не исключено Что сейчас Такая ситуация Тоже может повториться Так что Будем смотреть Но в том случае Если вы захотите Себе дробовики Заролить То Обратите внимание На 7 серафимов Также Можно обратить Внимание На Уроженца Реиса Который У нас Сейчас Как раз Железным знамени Выпадает Какие перки Нам тут нужны Чок Либо нарезной ствол Здесь Вот высокоточные Патроны Или штурмовый Магазин Абсолютно Дальность Быстрое Извлечение И Железная Длань У него Вот сейчас Рейнджа Ваншота 6,5 Тире 7 метров Ну вот Мне тут Ребята Докладывают В комментариях То что Железная Длань На этом Дробовике Почти не Работает Ну Посмотрим На самом деле Я вот До этого Видос Уже с этим Дробовиком Записывал С его геймплеем Мне вот Как раз Ровно После этого Упал Ролл получше Вот именно Такой Который Я сейчас Показываю С ними Я побегать Еще не успел Так что Посмотрим Любопытно Идем дальше Ну Тут я думаю Кто-то его Еще один Дробовик Надо вспомнить Ну мало ли Может быть У кого-то Он еще Завалялся В хранилище Он конечно Сансетнутый Но Скупую Там Мужскую Или женскую Связу Пролить Все таки стоит Это плюс Пыльных камней У которого Хороший Перкичок Высокоточки Стрельба В скольжении И быстрый прицел То есть У него Точная рама Поэтому Ну вдруг Если кто-то Решит В пау-п побегать То почему бы Нет С ним Ладно Может Это такие Вот знаете Ну Те дробовики Которые в первую очередь Мне в голову пришли Насчет того Какими люди Могут начать Пользоваться При смене меты А Точно Я чуть не забыл Еще один дробовик Который у нас Еще был Который Банжи Еще во время Ивента Солнцент Героев Будут практически Да Задаром отдавать Точно Сейчас Вот Если вы еще не смотрели Мое предыдущее видео Насчет солнцестояния То небольшой спойлер У нас В этом Во время ивента Солнцестояния Будет Триумф Покормить кошку В европейской Воздушной зоне И За него Вы получите Дробовик Старая история Вот просто Тупо Считай Практически На халяву И Этот дробовик Сейчас может попасть В мету Ну потому что У него там точная рама Он там убивает На 7 метрах И так далее С нерфом Агрессивных дробовиков Почему бы нет Перки у него Достаточно классные Попадаются В сочетании То есть У него можно выбить Чок Можно выбить Нарезной ствол Высокоточные патроны Штурмовой магазин Быстрое взвещение Стрельба в скольжении И быстрый прицел Ну то есть Либо быстрый прицел Либо Убийственный вихрь Либо там Я не знаю Какой нибудь Диверсант Или двойной удар Ну то есть Если вам попадется Вариант Чок Высокоточки Быстрое взвещение И быстрый прицел То есть Найбинго Похоже Ну Учитывая то Как Банжи Пиарит Дробовики С точной рамой То есть У нас В сон состоянии Будут выдавать Старую историю Практически на халяву Во время ивента У нас так же Будет выдаваться Шотик Компас Роуз Если я правильно Помню название Да Он тоже будет С точной рамой И при этом Не слаговой То есть 65 выстрелов В минуту И Если Все звезды Сойдутся И все таки Дробовики С точной рамой Станут метой То тогда Ивент Сон состояния Будет иметь смысл Фармить Ради дробовика Компас Роуз Если конечно Там будут Рандомные перки Потому что Те перки Которые я на картинке Видел Ну В предыдущем видосе Можете посмотреть На шапке Триумфа В сон состоянии То там они Такие себе Вот прям Вообще ни о чем Но Будем посмотреть Как говорится Я надеюсь Все таки То что там Рандомные перки будут Вот Ладно Переходим теперь К револьверам Вот Здесь Все немного Интереснее То есть Да Банжи Объяснили То что Они собираются Понерфить 120 револьверы Чтобы дать Другим пушкам Больше пространства Для маневров В пвп Но Как они это сделали Они уменьшили Мультипликатор Урона В крит С 1,8 до 1,6 Ну то есть Если грубо говоря Мы до этого 90 в голову Сносили 90 хп Сносили Выстрелом в голову То сейчас Мы будем Сносить 81-82 Хп То есть Это сделано Чтобы предотвратить 10% уронный бонус Позволяющий Тутапать Пвп То есть По идее Банжи Хотят Чтобы У нас не было Возможности Тутапать При помощи Таких перков Как полоса удач Мультикилклип Как бы сказать Рифт варлока Усиливающий Хотя я не помню Возможно С ним можно будет Шотать Все равно Но посмотрим Это нужны тесты Что еще Вроде бы Высоконтическая стрельба Ну когда ты заряжен светом Все равно будет Тутапать И Киллерский магазин Все равно Ну баф от киллерского магазина Все равно будет Тутапать А мультикилклипы Всякие Рубаки Полосы удач Ну многие уже готовятся Выбрасывать Перки с этими Револьверы С этими перками Однако Все таки Чем Почему я считаю Что с удостатки До конца не умрут В ПОП Потому что Все еще Ну мы до этого Сейчас чуть позже дойдем Окей То что Они собираются Да Понизить Эффективную ренжу Револьвером этим На 1-2 метра В зависимости от Стоты ренжи Ну то есть Если сейчас они там Убивают На максимальной ренже Без падения урона Ну допустим Какой нибудь Магма молот Гадрольный Со 100 ренжи Будет убивать С 39 метров Сейчас он будет Убивать с 37 метров Когда Какой нибудь Гадрольный полиндром Убивает с 36 с половиной метров Ну то есть У них ренжа будет Практически одинаковый У этих револьверов Дух И так же Они еще решили Понизить Минимальное Падение урона Когда вот Вы находитесь В скулпе Чтобы Как то Сравнять их еще Ну сравнять Судовсадки С другими револьверами В общем Я вот считаю Что все эти изменения Ну по крайней мере Пока мы их не потестим В этом На поле боя Они Не слишком сильно Отразятся На такой вот Глобальной эффективности Судовсадок револьверов Почему Ну То есть Они не станут Полной фигней В пвп Вот так вот Я вот так вот Выражусь Если с другими револьверами Спрашивать Сравнить Потому что С них по прежнему Можно будет убить За два выстрела в голову Один в тело Если А со 140-ого револьвера Надо будет убивать С трех выстрелов В голову На ренже То есть У вас Грубо говоря Есть садки С которых вам надо будет С 36-37 метров Убивать Два в голову И один в тело И то суроковки С которых надо будет убивать Три в голову Ну то есть Если Я вот порой Очень часто Замечал То что С 120-ки Проще даже Три выстрела в голову Сделать друг за другом Я вот это на стриме Очень часто подмечал То что вот Человек от меня В 20 метрах Находится То есть Ренжана Который И я со 140-ой Тоже Пушки Смогу Его убить С тремя выстрелами В голову Но А им асид Все таки У 120-ки Сильнее В таких Вот вопросах На такой ренже Ну грубо говоря Поэтому Я считаю Все таки Они Останутся Работоспособными По крайней мере Хочется на это надеяться Ну типа Я надеюсь У банджи Получится найти баланс Чтобы 120-ки Совсем не выпали Из меты Потому что У нас как бы Есть Магма молот Который Который у нас Падает за победы В испытаниях Осириса Это одна из немногих Пушек Который вернул у людей Ну веру В нормальный лут С испытания Осириса Метовый Но чтобы мы туда ходили Не просто так Ради какого-то Не знаю Экспириенса Побобольного А ради того Чтобы получить Конкретный лут Классный Вот То есть Все еще Я думаю Судостатки Имеют место быть Одно Хорошо То что теперь Вот если раньше Мы Должны были Убивать Один Два выстрела в голову Один в тело Людей у которых там Выше шести Параметр Стойкости То теперь Считай что у всех Твоих противников Стойкости Восемь Девять Да то есть Ты не будешь Ну девять Тире десять То есть ты не будешь Шаг убивать С одним стаком Полосы удач Ты не будешь Шаг убивать Один выстрел в голову Два в тело Потому что там будет Где-то примерно 183 урона Ну плюс Минус Когда ты попадешь Всеми патронами Противника Так что да Ну получается Сколько у нас 80 Плюс 50 И плюс 50 Ну да Где-то 180 Урона будет А у нас Минимальное Количество стойкости Это сколько 184 186 Ну а максимальное Там 201 Ну плюс-минус Опять же Кто Больше на эти цифры Теребонька Можете в комментариях Пояснить Ну то есть Грубо говоря Банжи сделали так Что Бега со 120 Ты должен ожидать Ну как будто бы Сейчас вот Если бы у всех Была бы стойкость 9-10 Ну то есть Даже вот с полосой удач То же самое Ну гораздо более Как бы сказать Прощающей пушкой Будет 120 револьвер В этих вопросах Если ты допустим Убил кого-то Зарядился И ты можешь его убить За один выстрел в голову И два в тело Потому что Тот же самый Как бы сказать 140 револьвер На нем Почему бесполезен Сейчас киллерский магазин Или полоса удач В пвп Потому что Ну даже зарядившись Тебе все равно Надо будет сделать Два выстрела в голову К примеру И один в тело То есть Столько Сколько сейчас 120 по умолчанию фигачит Поэтому все Предпочитают На 140 револьвер Ну большинство людей Да Предпочитают На них доставать Какой-нибудь там Дальномер И допустим Убийственный вихрь Чтоб ренжа увеличивалась Так что Я считаю Что засадки Полностью Из мета не уйдут Вот Как и не уйдет Всеми Любимая и ненавидимая Скаутка Которую Понерфили Мне кажется Вообще меньше всех В этом списке Но Про нее Мы поговорим Отдельно Когда Мета Поменяется Опять же Сейчас же Я хочу Затронуть Этот Как его называют Револьверы В целом Какие могут Заиграть Сусроковки Но я думаю Они большинству Из вас Известны Уже Они у меня В рандомном порядке Тут перечислены И возможно Я многие из них забыл Но Опять же Можете в комментариях Дополнить Жуткое обещание То же самое Которое Я вот не знаю Это наверное Самая моя Нелюбимая пушка В первом году Двести 2 была Потому что Ее звук Меня буквально Вымораживал Я вот Заходил в катку На ПК И просто Вот это вот все Так что У меня какой-то К ней Нездоровая У меня какой-то К ней нездоровый Хейт честно говоря Такой знаете На уровне Аллергии Вот Но Я думаю Те кому она нравилась Могут с ней Снова Поиграть То есть опять же Что у нас тут Прицелы Быстрота Точный выстрел Перекрестный огонь Верный глаз Да тут практически Все прицелы Хороши Так что Кому что То есть Если вы играете На клавамыше И вы В своей точности Точность Своей стрельбы Уверена То выбивайте Себе Перекрестный прицел С максимумом Ранжи С большим штрафом К стабиле И к удобству Если же вы Играете на геймпаде То выбирайте Либо прицел На стабилу Твердую руку Либо быстроту Которая увеличивает Удобство И аим-ассиста Стабилу Ну и так далее В принципе Здесь Откровенно Плохих прицелов Нету У этого револьера Также Крупнокалиберные Патроны Рикошетки Потом Быстрый прицел Первый выстрел Для того Чтобы было Плюс Кринжи Для ПВП Ну и Дальномер Или Рубака То есть Особой интриги Тут нету Дальше Магматический Молот Я про него Уже поговорил То есть Имеет смысл Все равно До сих пор Выбивать на него Чеканные Нарезы Зауженный Ствол Спиральные Нарезы Рикошетные Патроны Крупнокалиберные Патроны Быстрое Извлечение Быстрый Удар Полосу Удач И быстрый Прицел Ну и Абсолютно Рунжу Все-таки Я думаю Эти револьверы Из меты Не уйдут Ну по крайней мере Я надеюсь Потому что Знаете Мне Я понимаю Что Это вразрез Идет с повесткой От киберспортсменов Которые Уже привыкли На 140-х Револьверах Сидеть И они Ничего Не принимают В этой игре Кроме 140-х Револьверов Но все-таки То что У нас 120-ки были В мете Очень долгое Время Мне это Было Гораз Мне это было Гораздо Приятнее Чем вот эти 140-ые Револьверы Которые У нас В игре В мете Уже Седьмой Год То есть У нас Что в первой Дейстине Были Эйс Луны И Палиндромы Что и во второй Дейстине Были Эйс Луны Торны Кукмуны И так далее Я вот Не знаю Было Коти 120-ки Вообще Вытеснили Все остальные Револьверы Из мета Мне было Приятно Отдохнуть От этих 140-ок Но Опять же Это чисто Субъективная Тема Так что Не стоит Конкретно На меня Зацикливаться В этом вопросе Я знаю Что это Достаточно Непопулярное Мнение То есть У нас Также Есть Последний Доллар Которого Спасет Я думаю Фугасный Снаряд То есть Фугас То есть Фугаски Можно на него Выбить Мультикилклип Как бы сказать Усильные резервы Я еще не проверял Но Думаю Тоже Было бы неплохо Первый выстрел И полоса удач То есть Почему Фугаски Потому что У них нету Снижения То есть У вас Урон разделяется На Урон от пули Грубо говоря И от взрыва А урон От взрыва Он Не теряется На дистанциях Поэтому Вы мало того Что Можете На более дальней Ренже На более дальней Дальности Противнику делать Бубо Но еще и Шатать ему Прицел То есть Фугаски Сейчас очень Приятно Работают Вот я до этого Катал в катке С Истинным предсказанием У которого Были фугаски И в Асирис Я тоже На этой неделе Катал с фугасными С фугасками На этом револьвере Еще так же На полиндроме Я очень люблю Фугаски Так что Этот перк Вообще Мне кажется Вот если у вас Есть пушка Не знаю Сто сороковка Или сто двадцатка У вас просто Должен быть Этот перк Ну он прям Классно работает Дальше у нас Тут что идет Дальномер Опять же Быстрое извлечение Ну и Быстрый удар Также тут Высокоточки Тактический магазин Расширенный магазин Ну и Прицелы там Либо на ранжу Либо на стабилу Там уже Выбирайте сами Кому как удобнее Но В первую очередь Я думаю Фугаски надо выбивать И дальномер Ну и высокоточки И с очканными резами Но тут Ну тут как повезет Потому что Это Последний доллар Который падает В гамбите В режиме На который Банжа забила Так что Будем посмотреть Окей Также у нас Идет очень редкий Ствол Которого уже Я думаю Мало Который уже Мало у кого есть Но если вдруг У вас завалялся Где-то этот Револьвер То Опять же У него есть Киллерский магазин Он 120 То есть он Будет утапать В голову Поэтому Если у вас Завалялся Где-то с дальномером С высокоточками С хорошим Прицелом И С киллерским Магазином То самое время Сейчас его будет Попробовать Он я думаю Заиграет И так же Если у вас Завалялся Он с фугасками И с задержкой взрыва То это вообще Кайф будет То есть мне повезло Сейчас я покажу Да Вот я про Истинное предсказание Про вот это вот Говорил То что он с дальномером У меня есть С задержкой взрыва Но У меня так же есть Кинжал Кремил У которого есть И дальномер И высокоточки И киллерский магазин Так что если Я думаю Он очень сильно заиграет По крайней мере Для тех Кто прям Ну уж очень любит Утапать С соток револьверов Ну и кто Продолжит бегать С ними Я слышал там Разные версии То что он Все еще может Выпадать за катки Но мне он Ни разу не выпал Потом в дальнейшем И со свертков Железного знамени У Саладина Он больше не падает Но он все еще актуален По уровню силы Так что Берзайте у кого есть Думаю вам понравится Вот Дальше А в принципе Я тут дальше уже покажу На Нет не покажу Он у меня На такого персонажа перекинут Хорошо на LGG Покажем сперва А вот Про Вершитель урока И про остальные пушки С хрустального чертога Я поговорю чуть поподробнее Почему Потому что У нас Скоро ожидается Буквально В этот вторник Мастер версия Хрустального чертога И Внимание Оттуда будут падать Вне временные пушки То есть Так вот они официально Переводятся Таймлост Но в чем прикол У них Третий столбец И четвертый столбец Можно будет ролить Там будут попадаться Сразу два перка Которые можно будет Менять друг с другом То есть У нас Можно будет К примеру Выбить одновременно Вершителя рока Чтоб он был ПВЕшным И ПВПшным Ну то есть Мы можем выбить В один столбец Одновременно И фугасный снаряд И запас патронов Чтобы там ролились Или допустим Киллерский магазин И Светлячок Одновременно Или допустим Светлячок И первый выстрел То есть Это вообще Это такое пространство Для маневра Открывает На Этой пушке И на всех остальных Что просто я не знаю Ну вот сейчас Вот мы к примеру Смотрим То есть да Тут нам нужны стволы Чеканные нарезы Спиральные нарезы И так далее Ну Высокоточные Патроны Расширенный Магазин Приемник Или тактический Магазин Ну и фугасный Снаряд Для ПВП Обязательно Как я ранее Упоминал Ну и первый выстрел Киллерский магазин Опять же На 140 Револьверах Ну Это конечно Будет прикольно Что он у вас есть Но опять же Мало кто его выбирает В ущерб РНЖ То есть первому выстрелу Потому что Все таки Да Хочется сделать Первое убийство Гарантированно И Уже потом Думать что делать Со вторым противником А не так что Заранее Типа я Перестреляю Первого противника Перезаряжусь И потом После этого Я смогу Второго противника Убить Не за три выстрела В голову А за два выстрела В голову И один в тело Я классный Вот То есть Да Вершитель Рока К нему надо Тоже присмотреться Кто хочет Ну естественно 140 Револьверы Какие еще могут заиграть Всеми любимый На ПК Пиковый Туз И Торн Шип Они тоже Я думаю Вернутся В более активное Использование Потому что Народ уже сейчас С тем же самым Шипом Более-менее Бегает Периодически Ну Он очень хорош В том что Он не дает Противнику Поднять Кого-то Ну то есть В тебя попадают Этой фигней И Отравление остается Ты пока отравление Действует Не можешь Ресать Кого бы это ни было Поднимать То есть Ладно Тут мы Разобрались Я вот вкратце Пройдусь по другим Вот пушкам Ну Допустим У нас есть Месть Хэзен Вневременная Ракетница Которая тоже Может очень сильно Заиграть Потому что Здесь опять же Можно будет Переставлять Перки Ну к примеру Мы Играем с ней Против мобов Ставим Допустим Какую-нибудь Кобрусов-то Под зарядом Выходим Против босса Меняем на Переполнение Ну грубо говоря Меняем на Переполнение Подбираем Особые Или тяжелые Патроны И Идем Творить грязь С двумя Ракетами В обойме Также здесь Ну У нас тут Может быть Ударная Оболочка Предельная Мощность Ну и В последнем Сталбце Ну вот Прикиньте Когда вот Можно выбирать Либо Стряжающее Оружие Против боссов И На долгую Память Против Воителей Конечно Я не знаю Будет ли у нас Это работать В грандмастере Скорее всего Нет Потому что В грандмастерах Не разрешают Перки Менять Но В каком-нибудь Рейде Там Я не знаю В каких-нибудь Других Мене Лайто-зависимых Активностях Это будет Прям супер Ну то есть Когда можно будет Переставлять Вот Этот перк Вот с этим Перком Или вот этот Вот перк С этим Перком Ну и так далее Ну или в Допустим Когда можно будет Усилитель импульса Поставить С какими-нибудь Кассетными бомбами А потом Идешь в ПВЕ Переставляешь Усилитель импульса На кобуру Савтоподзарядом Или на переполнение Ну что вам больше нравится И Настрижающее оружие Ну то есть Это вообще Офигенно же И Не стоит забывать Что там можно Оставлять Деппские моды Как вот Димжи Подтвердило На реддите То есть это вообще Прям Контент Будет Против Крупных целей Против крупных целей Мод То есть Который позволит Вам больше урона Наносить там Всяким Сильным врагам И боссам И технике Что вообще Это станет Топ-тир Ракетницей Я поэтому надеюсь Что либо ракетница Либо револьвер Будут у нас На первой неделе Падать Револьвер Конечно Вряд ли Будет падать На первой неделе Потому что Многие По крайней мере ПВПшники Многие Выбьют Револьвер И забьют На крусальный Черток Так что Банжи Убедится в том Что револьвер Будет как можно Позже в дропе Так как у нас Пять недель Будет Пять челленджей И скорее всего Там будут пушки Меняться Еще в процессе С которых А я напоминаю Что Вневременные стволы Будут падать Исключительно с челленджей Ну с испытания А на следующей неделе У нас испытание Убить Виверну На Хранители Врат И Этого Как его называют И Минотавра Скрытого щитом Одновременно Вот Дальше Что у нас Признанный вердикт Ну опять же Он может Заиграть Вот смена Этих перков Ну допустим Если вы захотите Излишки Там поменять На Стрельбу В скольжении Ну менять Между собой И Первый выстрел Ну поменять Допустим На тыжающее оружие Если Агрессивные дробовики В пвп в конце Не будут В конец Не будут убит То да Это тоже Может на нем Зарешать И Это еще Вдвойне Это еще Втройне Круто Да То что Эти перки Будут Меняться В третьем И четвертом Столбце Потому что Так будет Больше Вероятности То что вам Выпадут Нормальные Плин перки И Вы еще Сможете Ролить Все это Дело Из сундука С ласта На хрустальном чертоге С последнего босса Это прям вообще Вышка Я вот уже Вчера сходил Просидел Где-то 2 часа И нафармил 200 трофеев Завоевателей Ну максимум 240 на персонажа Также можно будет На почту Себе отправлять Еще там На всех трех персонажах Вплоть до 240 этих трофеев Так что Может быть Я пофармлю еще Либо сегодня Либо в понедельник Когда буду Каталик навек Субивать Вот Ну Да Так что В хрустальном чертоге Контент Нас ждет Я в этом уверен Но по крайней мере Для тех Кто на этой теме Упарывается Ну и месть Прейдет Тоже Хорошая Снайперская винтовка Для ПВЕ Что тут можно будет Выбить Запас патронов И допустим Ну какое-нибудь Быстрое извлечение Чтобы можно было Менять между ПВЕ и ПВП К примеру То есть Запас патронов Или движущаяся цель Или быстрое извлечение Ну или В паре с Первым выстрелом И допустим Какими-нибудь Усиленными резервами Типа почему нет Ну или Если вам нравятся Классические варианты С первой дестни То светлячок И Питающая ярость Я не знаю Ну Так вот С таким вот Сочетанием перков Она была Первой дестни Эта пушка Ну почему бы нет Типа Может быть кому-то Зайдет Ладно Что-то я Улетел Далеко от Револьверов Последние два револьвера О которых я поговорить Сегодня бы хотел Это Опять же То же самое Истинное предсказание Которое роллится У Банши Его можно достать С такими перками Как Дальномер И Фугасный снаряд Или дальномер И задержка взрыва Ну или Полоса удачно Худую конец Тоже неплохо будет Ну или Переполнение И фугаски Или задержка взрыва Или первый выстрел И задержка взрыва И фугасный снаряд Ну на поле конец Опять же Полоса удач Но с теми же самыми Либо высокоточками Либо татическим магазином На увеличение стабилы Скорости перезарядки И магазина Либо расширенный Магазиноприемник Тоже бы На увеличение стабилы И увеличение скорости перезарядки Потому что у этих револьверов Скорость перезарядки Такая себе Ну Прицелы Мы уже про них поговорили Идем дальше Громкая колыбельная Вот этот револьвер Еще как раз появится Я надеюсь Не мертво рожденным Потому что Опять же Зависит от того Насколько банджи убьют Судосадки револьверы Но Если Судосадки будут Все еще играть То имеет смысл Его Паролить себе Вот я Сейчас Его достану Ну Квест на этот револьвер Из хранилища И буду его Фармить собственно Но это одна из немногих пушек С Этого Ну то есть Две пушки есть Которые меня интересуют С луны Это вот этот вот револьвер Ну и Гранатомет Третий слот Потому что Когда анархию понерфят Он может снова стать топ ДПС Как он был до этого То есть Что у нас там было Любовь и смерть Гранатомет Который можно Выбить С такими перками Как Полный состав Тактическая подготовка Гранаты Шипы И предельная мощность Но тут мне с абсолютом не повезло Абсолютно скорость снаряда надо Но Фармить эту дичь надо будет очень долго Но так или иначе Я думаю Повезет Но что у нас тут дальше идет Либо Изгой Либо Жизнеобеспечение Ну и Опять же Фугасный снаряд И первый выстрел Ну ну куда конец Либо полоса удач Либо магазин для множественных убийств Опять же Высокоточки Тактический магазин Ну и Стволы Чеканные нарезы К примеру Какие-нибудь Ну или полный состав Если вы на ПК На клаву мыши играете Ну вот Как-то так Что касается Пушек Сейчас вот Немножко Отвлечемся Поздаем Под конец видео У нас такое вот Импровизированное видео Я в начале не делал Раз Краткую выжимку И с тем Потому что Не знал Насколько видео у меня затянется Насколько меня понесет Но меня понесло Поэтому Сейчас еще Жду нас испытания Осириса Поздаем Посмотрим Насколько меня обрадует Рандом на этой неделе Так Я здесь стою Уже буквально Напротив Сейнта Но тут мне в комментариях Под моим предыдущим видео Напомнили То что У Одного моего Западного коллеги Вышел видос Где Он Интересную тему затронул Ну по крайней мере Не он А ДМГ Комьюнити менеджер Банжи Опять же То есть Что тут он сказал Вот оригинал этого видео Кто английский знает Можете заценить Но я вкратце Расскажу О чем там речь То есть У Банжи Спросили Вернете ли вы Лог пушек Ну то есть Чтобы не было возможности Стволы ваши менять Во время катки В испытаниях Осириса И что они ответили У них были разговоры На эту тему Ну если кто не помнит Или не знает То у нас был такой режим Испытание 9 В Десне 2 И когда вы туда заходите У вас пропадает Возможность менять Ваши стволы То есть С чем вы туда зашли С тем вы играете До конца матча То есть К примеру Если вы зашли С тремя снайперками И против вас Три Рашера с дробовиками Которые ничего Кроме Того Чтобы вас убить За угла Не видят То скоупиться С ними бесполезно Ну к примеру Если у вас там Два снайпера Одиншотки И такой вот пример ДМГ собственно И переводит То есть Они не Банжи не хотят Чтобы у людей Была фрустрация Из-за того Что они проиграют Фловщик Из-за банальной Невозможности Сменять пушки Ну то есть У них там были Эти разговоры И они решили Так вот не делать Вместо этого Они решили Сделать интересней Они решили Лишить Вас возможности Ну то есть По крайней мере Это на стадии Обсуждения у них происходит Менять В шмотки А вот это уже Интереснее Потому что Чтобы У игроков Не было возможности Менять экзотические Элементы брони Чтобы получить Преимущество Когда они пользуются Своей ультой Ну к примеру У нас есть Всеми известные Ненавидимые Геомагнитки Которые Ребята Одевают Которые ребята Одевают Там на себя В этом Как это называется Когда у них 80% Ульты И начинают Бежать в стену Чтобы потом Убить вас ультой А если бы Им пришлось бы Изначально В этих геомагнитках Бегать Как в каком-нибудь Грандмастере Где напоминаю До сих пор у нас И пушки И шмотки Золочены Тогда это был бы Уже другой разговор То есть Тогда бы тебе Пришлось бы выбирать Типа Мне бегать С этими ботинками Но при этом Чтобы у меня Не было возможности Перезаряжать свои пушки И бегать Быстрее Но при этом Чтобы у меня была ульта Или Хотя не Это плохой пример Тогда Я вот не знаю Если Банжи Ничего с этими Геомагнитками Не сделает В отрыве От всего этого То тогда игра Станет Еще более пассивной Потому что Ребята такие Подумают А нафига мне Стреляться Если я могу Просто отжирать Себе ульту Сиди на респе И что Ну если противник Придет ко мне Я его убью Из-за угла В удобной для меня Позиции То есть Мне кажется Так даже Еще хуже станет Честно говоря То есть Геомагнитки Конкретно Надо как-то убивать Вот Мне уже просто Надоело Менять эти ботинки Туда-сюда Постоянно И мне больше нравится Верхняя ветка Электрического варлока Но я не могу На нем играть Потому что Средняя ветка Электрического варлока Сильнее И это единственное Что может противостоять Верхней ветке Солнечного варлока Который меня уже Порядком Подзадолбал Так как С нерфом ставится Каждый второй Теперь у нас Мейн варлока снова То есть У них там эти вот Там Про Движения Там вот С Милишка Сквозь всю карту Там Дэши Через всю карту Со скоростью света Там Право-влево Расстрел Там Шотик Быстрый свап Скилл Вот это вот все Блин Короче Вот вся эта показуха Это я не знаю Уже тошнит Когда уже банджи С этим разберутся Ладно Извините У меня тут уже Небольшая бомбежка Насчет вот этого Верхнего солнечного варлока С которым ничего не делают Так Отдышусь Ладно В общем Банджи говорят На этот счет То что У них нету Какого-то Дедлайна На этом вопросе Но они собираются Этим заняться То есть Опять же У того же самого Лаки Был вот Недавно видос То что Группу Пвпшных стримеров Банджи позвали к себе Чтобы Что-то с ними обсудить Или что-то обозначить Ну то есть Это не означает Конечно Что у нас Будет следующий сезон В фокусе На пвп Но Вполне возможно То что Речь идет о кроссплее Во-первых Во-вторых Об изменениях В воспитаниях Ассирису То есть Вы помните Банджи Они всерьез Подумывают Что добавить Скиллбейс Машмейкин В воспитание Асириса Чтобы добавить Соло Подбор В воспитание Асириса Что Вот эти два пункта Мне кажется По Асирису Бьют нафиг Но посмотрим Ну и да То есть Посмотрим Что из этого выйдет Но так или иначе Меня в комментариях Про это спрашивали Я вот этот вопрос Осветил Перейдем Теперь непосредственно К сдаче Солнечные часы Спасали в расход В общем У меня Их 341 Штука То есть 340 по сути Но Это означает 17 рангов Посмотрим Что мне за них упадет Как всегда Я Почистил у себя Персонажа Когда у меня Три слота В каком-нибудь Ячейке заполнятся Я Их почищу Чтоб на почту Не улетело Ну и в процессе Еще заодно Хочется выбить Себе ракетницу Неплохую Пистолет Пулемет Игра Мне уже больше не надо Ты мне уже выдала Четыре штуки С нормальными роллами Я теперь буду думать Какой Какие из них Оставлять Вот Ну и На худой конец Может быть Еще снайперку В какую-нибудь Себе поролю Хотя что-то я не помню Чтоб мне снайперка Отсюда Вообще падала Но посмотрим Ну может быть Нормальные шмотки Тоже было бы неплохо Жизнь летит Все стремительнее Погнали Иногда нужно просто Остановиться И передохнуть Да Да Сэнт Иногда Надо просто Остановиться Передохнуть И помолчать Так Тело Руки Ноги Сейчас я так понял Следующий будет голова Нет Дробовик Внезапно Сейчас я орнусь И упадет дробовик С этим С С излишками И с Проворством Как раз Когда их занерфили О Годрольный плащ Мое уважение О Голова Блин Мне вообще Практически Во все слоты Что-то упало Сейчас во второй слот Упадет Скриньте Так Просто тупо В каждый слот Выдали Бапушке Каждой твари По харе Ну ладно Хорошо Это было неплохо У нас осталось Девять рангов Опять Годрольный плащ Голова Снова Шотик Руки И бега Во второй слот Голова Так Голова у нас Заполнилась Ну-ка Воу 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 28 на 17 Блин Вот Поскольку Как я говорил Раньше У нас стойкость Уже не настолько Будет критична На На Варлоки И на Охотники Но раньше Только на Титане То пожалуй Я Пыльну Хотя У нас все еще Будет скаутка Которая Будет Мозолить Мозги И конкретно Ради нее Может быть Надо будет Стойкость Дорочить Но уже Не так сильно Ладно Ладно Что у нас Тут Еще Так Снова Голова Снова Ноги И Голова Опять Как же мне Любят давать Голову Видимо Чтоб я лучше Думал Блин Эта игра Что-то знает Я только что Аналогичный Ролл Распылил Спасибо Не надо Так Нет 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 Блин Как же Я пофармил Легендарные Осколки А Так Нет 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 Ну хоть что-нибудь Прикольное Выпадет Нет Сегодня Ладно Дробовик На тебя Последняя Надежда Ладно Я так просто Не сдамся Саладин Я к тебе Жизнь Стража Так Ну Саладин Ну ты хотя бы Мне приятно Сделай Ну бога ради Бога рандома Шотик Шоптик сразу Я тебя понял Ладно Сайдаром Спасибо Ладно Поздаем У него Тоже 370 Жетонов Чтоб Справедливо Было У меня было 1600 Когда будет 12300 Остановлюсь 1230 Может он Мне что-нибудь Выдаст Прикольное Кстати У нас еще одно Железное знамя Будет В этом сезоне Так что Не переживаем Если вдруг Кто-то не успел Выформить Шотик Или еще что-нибудь Так Первый слот У нас заполнился Ну-ка смотрим Устойчивая Изготовка И глядная Длань Вот блин Было бы здесь Быстрое Звечение Можно было бы И оставить Но Так Гадрольные плащи Отправляются В утиль Сразу Без заявок И паролей Слушайте А нормально Так шотики Падают Так Револьвер Который Никому Не нужен Будет Даже После Нерфа До двадцаток Ну посмотрим Разогрев И влезная Хватка Повышает Стабильность За счет Скорости Перезарядки Хорошая попытка Ладно Посмотрим Какой у меня Там валялся У меня просто Плейсхолдер Режит Может этот Лучше будет Так Нет Идем дальше Еще один Револьвер Игра не сдается Игра не сдается Вот Направляющий Взор Я не помню Но он вроде С фуллафта Падал Надо будет Прочекать По крайней мере Мне в комментариях Кто-то кидал Движущаяся цель И Рубака И Абсолютно Стабила Посмотрим Эргономическая Рукатка Утиль Сразу Так Дробовики Дробовики Спасибо